Снят запрет на посещение лесов в Могилевской области. Тем не менее, погодные условия остаются нестабильными. За снижением температуры воздуха может снова наступить жара. Поэтому актуальную информацию о районах, в которых вводятся или отменяются ограничения, можно узнать на интерактивной карте Минлесхоза. Покупка билетов на поезда с нумерованными местами будет недоступна 20 июля на сайте Белорусской железной дороги и в мобильном приложении с 9 до 10 часов утра. Причина – проведение технических работ. В это время за квитком можно обратиться при вокзальные кассы и воспользоваться терминалами самообслуживания. Еще больше информации на официальном сайте перевозчика. В Беларуси за выходные в ДТП погибли пять человек. Также задержаны 159 нетрезвых водителей и 233 бесправника. Сотрудники ГАИ усиливают контроль за мототранспортом. Профилактическая акция проходит по всей республике и продлится по 26 июля. Напомним, находиться за рулем скутера разрешается с 16 лет. Международный пленэр по керамике «Арджджижель» 17 раз проходит в Бобруйске. В нем принимают участие 17 профессионалов из Грузии, Беларуси, Молдовы, Перу, России и Украины. Тема – фольклор и мифология. Традиционное место дислокации – база отдыха Вербки на берегу Березины. Финал – 2 августа. Завершится конкурс итоговой выставкой «Искусство живого огня» в городском художественном музее. Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты. Теперь организации, которые проводят исследования на COVID-19 платно, должны заключать договоры именно с гражданином, выезжающим за пределы страны. Если же речь идет о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить список тех, кто планирует покинуть Беларусь. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и подтверждение вылета и другая информация.